Пока бойцы СВО отстаивают честь страны на линии фронта, тысячи человек трудятся на благо общей победы в тылу. Каждого из них можно без преувеличения считать защитником Отечества. Сегодня наша страна снова столкнулась с угрозой, направленной на уничтожение всего русского мира. И как 83 года назад, по примеру наших предков, химчане в первых рядах встали на защиту нашей Родины. В преддверии праздника глава Дмитрий Волошин наградил благодарственными письмами волонтеров, добровольцев и сотрудников крупных промышленных предприятий. Я очень благодарна, что такой грамот дали Союзе Пенсионеров. Но это моя заслуга. Это заслуга нашего большого коллектива Союза Пенсионеров, городского округа Химки, которые с самого начала объявления специальной военной операции активно включились и внесли в свою реку. В концертном зале матери, жены и дети солдат. Глава Дмитрий Волошин поблагодарил каждого за поддержку и веру в наших защитников. Отдельно хочу обратиться к вашим семьям. Ваша любовь, верность и поддержка в тылу – залог нашей общей победы. Вместе с вами мы не только ждем возвращения наших героев домой, но и делаем все, чтобы они и вы ни в чем не нуждались. Слова благодарности семьям бойцов выразила и депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Очень ими гордимся и очень за них переживаем. Мы желаем им только одного – победы и скорейшего возвращения. Россия всегда побеждала. Побеждала и на полях войны, и побеждала на полях возрождения, побеждала всегда и во всем. В честь праздника для всех собравшихся выступили хор имени Пятницкого Влад Топалов, певица и композитор Вика Цыганова. Андрей Липанов, Руслан Сафин. Новости Хинки ТВ.